Утро, мои дорогие подписчики и все, кто меня смотрит. Утро началось красиво. На улице солнышко. Это просто замечательно. Я, конечно, бываю иногда очень лениво. Кофе мне варить совершенно лень. Вот такое вот кофе я себе завариваю, просто заливаю кипятком. И вот такой вот у меня сегодня завтрак. Два бутерброда с запеченным сыром и печенье. Бывает, очень иногда ленюсь, потому что знаю, что мне сейчас надо идти во двор, в свой сад. И надо будет там заниматься опять цветами, прополкой. Вот, уже немножечко они цветут, поэтому сейчас выпью кофе, покушаю немножечко и пойду в огород. Вот мое рабочее место. Вот я уже прополола кусочек земли. Ой, здесь так было заросло. Еще у меня вон такой большой кусок. Надо это все, когда обкладывали дом кирпичом, здесь все вытоптали. Пришлось все цветы, которые здесь были, все пришлось... знищить, как это говорится. Вот, все повырвала было, выкопала и осталось так. И в прошлом году ничего не делала. И получилась у меня целина. Ну, а теперь вот тут кое-что посеяло сейчас. Не знаю, успеет ли оно за лето вырасти. Но пересадила я свои тут маленькие цветочки. Ну, смотрю, что они и были, которые вчера еще пересадила, а они и сдохли. Ну и ладно. Может быть, семена взойдут, посмотрим, что тут получится. Вот. У меня было только начало. Зато разрослись. В прошлом году я их рассадила тут. Они цвели весной беленькими такими. А потом вот начнут уже желтые большие ромашки цвести. Начинают уже здесь цветочки цвести. Уже как бы-то веселее заходить в свой садик. Что все уже как бы-то не одно. Голые, пустые грядки. А все-таки что-то уже по чуть-чуть цветет. Вот такая вот красота. И колокольчики мои расцвели. И пчелка. И пчелка сидит. Сок собирает. Вот. Понаблюдаем, как она там среди цветочка. А стильба моя расцвела. Я ее рассадила. Тоже были большие кусты. Взяла их кусочками, разбила. Теперь они так. Не то, не все. Такие маленькие кусочки. Кустик мой зайцевиол. Красавец. Такой разрастается. Видно, близко я их очень посадила. Один к одному. Что они сейчас еще на следующий год, наверное, уже друг друга будут глушить. Туя моя разрастается. Привезла я ее с Алуштой два года назад. Маленький-маленький хвостик. Такой, какой смогла там потихонечку отрезать. Ну, вот она вот такая красивая. Тоже, наверное, придется куда-то пересаживать, если она начнет на дорогу ползти. И розы уже пупышечки появились. Пришлось вон вчера их опрыскать, потому что все розы были в тле. А одна роза вот у меня превратилась в шиповник. Вот как прививают на шиповник розочку. И вот одна такая. Я ее обрезала, обрезала. А потом бросила. Думаю, а пускай шиповник, так шиповник. Пускай он так и сидит. Посмотрим, что из этого будет. Если будет красиво цвести, так оставлю. А не красивый будет, тогда выкопаю да выброшу, посажу новый кустик. Пергола вся заросла виноградиком. Вот. Так вот у меня такая площадка с качелями. Когда малыш приходит, он катается, он уже такой... Малыш мой понимает уже это. Вот. Ну вот и день к вечеру. День прошел в работах в саду. Теперь можно спокойно посидеть в беседке и выпить чашечку кофе. Уже спокойно, никуда не торопясь. Сегодня понедельник. Я обычно как-то по понедельникам. У меня такой день, что я никуда никогда не хожу. Не знаю, вот селфи-палка. Не знаю, как я буду видно лет сюда. Это понедельник, я когда еще работала на рынке, на вещах, в бутике у подруги, то по понедельникам был всегда там выходной. Я никуда не ходила. Обычно это был день у меня такой для работы по дому. Для уборки, уборка, потом ванна, принятие ванны и уже вечером отдых. И что-то в компьютере или в телевизоре. Так оно как-то вот так вот. Я уже давно не работаю, но вот так вот как-то оно все и осталось. И как понедельник наступает, и мне не как у всех людей, в субботу они где-то убирают или может быть в пятницу, то я всем этим занимаюсь по понедельникам. Люблю, когда дома никого нету. Все уходят по своим делам, кто на работу, кто куда. И никто не мешает, никто не путается под ногами. Но вечером вот уже хорошо, можно посидеть в беседке. Сегодня не так уже и жарко, вот солнышко уже ушло. И обещала ко мне подруга сегодня прийти на кофе, но что-то не получилось у нее. Она работает на автобусе и говорила, что как только у нее тут будет пересменок или обед у меня тут рядом со мной, с моим домом, то она ко мне прибежит. Но не прибежала, видно, обед был очень коротенький. Поэтому в беседке я сижу одна, сижу и разговариваю с вами. Не знаю, вот селфи-палку приобрела, но к телефону она у меня не подключается. Не знаю, что там скачать, внучка никак не придет, чтобы мне там посмотреть и сделать. Я говорю, что я в телефоне, в компьютере якобы чукча. Если мне не покажут, не расскажут, сама я лишний раз боюсь нажать кнопочку какую-то. Боюсь, что вдруг у меня что-то отключится и потом я ничего не смогу сделать. Поэтому я ее испробую просто для такого вот видео, чтобы просто поддержать телефон. Но рука у меня немножечко дрожит, так что может быть, что даже и не очень хорошо получится. Но как получится. Вот так вот, мои дорогие, вот такой вот у меня прошел денек. Так вот, я поработала сегодня. Ну а завтра, завтра будет новый день, новые дела. Завтра уже будем заниматься своими заказами по каталогам. Будем общаться с друзьями, с людьми, с заказчиками. И сегодня этот день будет уже повеселее. Не такой, не такой рабочий, как сегодня. Ну вот и все, мои дорогие. Рядом, наверное, слышны шумы. Потому что, во-первых, у нас там проезжая часть. А рядом у меня склад овощной. И там все время разговоры, разговоры. Ну, вот такой вот у меня там огромный-огромный склад. А вот в прошлом году, в прошлом году там он горел. Много загорелся не сам склад, а загорелось рядом на другой улице баня. И все это перекинулось на этот склад. Это было очень-очень страшно. Это было просто ужасно страшно. Я сразу не поняла. Я была на кухне, смотрю в окно. А там вдруг черная-черная какая-то пелена мимо окна. Я не поняла, что говорю. Неужели это дождь такой собирается? Я выскочила на улицу и смотрю уже. А склад-то весь кирпичный. И только из-под крыши там он тлеет. Я давай звонить в эту самую пожарную. Не поднимают. Я тогда в милицию. Они говорят, а что вы нам звоните? Я говорю, простите, но тут же все горит кругом. И мне страшно, что все это перейдет на мою, ко мне во двор. Но потом приехали машины. Приехало четыре машины пожарных. И они, наверное, часов шесть тушили эту баню. А баня построена у соседей с очень таких красивых бревен. И обложена сайдингом. Была шикарнейшая баня у них там. И склад этот с горелки. Потому что не могли никак добраться потушить. Разломали всю крышу там. Разбили стекла на втором этаже. Там и компьютеры погорели. И все-все. Но потом вот сосед это все восстановил. Конечно, это для него были большие деньги. Он ходил. Тут у нас подписи собирал. Ну, что подписывались. А вот. Так что у нас кругом. Там вилла шикарнейшая за моей перголой. Тут у меня склад. Заборы построены. Очень хорошо. Мне это очень-очень нравится. Ну, вот все, мои дорогие. Наверное, на сегодня все. Пойду я уже отдыхать. Посидеть у компьютера. И потом посмотреть какой-то фильм. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok